приветствую всех на нашем канале продолжаю ознакомиться с артиментом магазина интернет магазина garden зол и сейчас меня на столе представлены гладиолусы различных окрасок цветовых решений и различны по высоте то есть минимальная высота гладиола составляет где-то от 85 90 сантиметров и до 130 то есть это высокорослые растения которые мы сажаем весной когда почва прогревается на температуру на глубине 10 сантиметров плюс 8 10 градусов вот тогда мы можем высаживать гладиолусы но предварительно мы конечно обрабатываем гладиолусы это лукоточные растения которые в нашей средней классе зимуют конечно же в подвалах или в других каких-то помещениях конечно был в открытом грунте мы не оставляем эти луковицы так как они не выдержат наши фронты на сегодняшний день существует большое количество разнообразных цветовых окрасок могу сказать что гладиолусы в общем-то неприхотливые цветы если соблюдать несколько условий во-первых что вы должны помнить когда вы приходите в магазин выбираете луковицы потому что хороший семенной материал это залог качественном цветении прежде всего возьмите мешочек в ручку и посмотрите луковицы очень внимательно мешок позволяет его посмотреть луковицы попробуйте нажать на них они не должны быть мокрыми и должны быть пустыми и право палец не должен проватчивать они не должны быть пустотелыми луковица должна быть плотная на ощупь такая не сырая сухая и иметь вид одинаковости то есть не должны быть никаких не плесневых не черных пятен и каких-то других наличий каких-то болит грибковых заболеваний вот такой пакетик тогда мы покупаем он действительно хороший но прежде чем посадить гладиолусы в грунт я советую конечно вам провести обработку предпосевной ну хотя бы даже просто элементарный марганцов замачиваем и обрабатываем от любых грибковых заболеваний дальше как я уже сказала посадку мы осуществляем гладиолусы тогда когда температура грунта пробивается на 8-10 градусов очень красиво смотрятся гладиолусы в вазонах мы обычно мы сажаем их в грунт и выращиваем но поверьте когда они посажены большим количеством в вазонах вазон который имеет большую чашу они смотрятся просто роскошно но для этого для вазонов конечно же мы выбираем гладиолусы которые имеют невысокую невысокие то есть но где-то на сантиметров 70-80 такие гладиолусы тоже есть можно вот их использовать для вазонов они смотрят на безумно красиво что еще могу сказать почву для гладиолусов мы выбираем конечно плодородные но без застоя воды то есть они луковицы могут загнить если место где вы будете планировать посадить содержит большое излишнее количество воды по этому местам выбираем солнечная хорошо дренированной почвы питательный и так сажим гладиолусы гладиолусы подкормка гладиолусов откликает он отреагирует очень положительно то есть обильным цветением первую подкормку мы проводим азотным удобрением фазе двух-трех листочков на когда появляется 5-6 листочков то мы делаем фосфор азотно-фосфорно-калийное удобрение и когда уже нас выдвигается цветонос мы делаем фосфорокалийную подкормку и все цветение продолжается где-то с середины июня и фактически до августа до до конца августа цветение цветоноса высокие мощные крепкие но тем не менее если у вас климат подвержен летний период бывает сильные ветра лучше бы я посоветовал конечно привязать гладиолусы какой-то опоре который зафиксировал цвета но чтобы они не поломались потому что когда открывается много цветов на одном стебле то он достаточно тяжелый поэтому опору лучше конечно ему сделать далее после того как цветение заканчивается мы выкапываем луковицы это где-то наступает середина сентября до первых заморозков луковицы подсушим обрабатываем опять снова любым препаратом который против грибковым отбираем новые луковицы и отправляем их на хранение ну вот наверное весь уход по гладиолусам хранить мы можем их подвале можем хранить в погребе конечно пересыпав их или опилками луковички или же каким-то другим материалом то есть опилки торфу можно сухим то есть тот который хорошо забирает на себя влагу можно также в холодильнике в нижнем отделе но конечно же регулярно проверяйте и просматривайте луковицы чтобы они у вас не подверглись каким-то грибковым заболеваниями не заплесневели и хорошо проветривались это вот основное условие для хранения ну это наверное вот все на сегодняшний день так что спешите за покупкой garden зол ценовом ряду гладиол состоят где-то от 125 рублей до 145 то есть все зависит от сорта приходите покупайте делайте удачные покупки и оставайтесь с нами всем пока